Смотри, как гуляли хорошо. 20 дней, 20 дней, 20 работников. Прогуляли. Раньше была у нас как прогульщиков по 20 дней. Слушай, а гуляли только хорошо по 20 дней. Добрый смех и забавные воспоминания о трудовых буднях. Ветераны Балаковского филиала компании Фосагра побывали на заводе, на котором проработали не один десяток лет. Хотя, глядя на этих задорных женщин, и не подумаешь, что перед нами ветераны. А ведь именно они стали первыми работниками лаборатории и заводов асфальтных удобрений, который открылся в нашем городе в далеком 1973-м и в этом году отмечает 45-летие. И листая подшивки старых газет, которые вместе с другими экспонатами хранятся в музее предприятия, гости возвращались в те времена. Мы знакомые фотографии смотрим. Это наши девочки. Лидия Васильевна. Вообще были газеты с моей фотографией. Да, с моей тоже были. Вот лаборантки. Вот наши все. Синомейно. Эти девчушки-хохотушки работали в Центральной заводской лаборатории и в отделе технического контроля, без которых не могло функционировать предприятие. Ведь именно лаборанты и контролеры следят за качеством производимой продукции, и от их добросовестного труда зависят объемы отгружаемых удобрений. Ответственность, профессионализм, честность и безотказность. Потому что, конечно, люди, работники нашего подразделения, которые отвечают и за анализ продукции, и за оформление документации при отгрузке продукции в разные страны мира и по территории нашей страны, то безответственности и безотказности это просто невозможно. Во время экскурсии по территории Балаковского филиала ФосАгро лаборантки вспоминали, где находились цеха и склады, и какой была их лаборатория. Цех фосфорных удобрений как стоял на этом месте, так стоит, никуда он не делся. Только сейчас у нас гораздо выше производительность. Можете обратить внимание, территория ЦФО, кто давно уже не был на заводе, как она преобразилась. Вот кто помнит, здесь раньше были склады серой, комовой. Видите, ничего уже не осталось. Сейчас все это в огородной территории. Как все изменилось? Каких цехов нет? Сколько построено нового? И как кругом чистое? Вот там, где цеха нет, там травка растет, поле чистое. Сразу не узнала, что такое там было раньше. Везде дорожки проложены. Если раньше выходили в сапогах, то сейчас можно пройти в талочках. Эту встречу ветеранов приурочили к 45-летию заводской лаборатории. Но действующие сотрудники Балаковского филиала компании «Фосагра» признаются, они немного завидуют своим предшественникам, потому что многие из них до сих пор встречаются в клубе, вместе путешествуют, отдыхают. Благодаря заводу они стали одной большой семьей. Мы жили одной семьей. И мы даже вот сейчас часть ушла, а часть осталась. Мы все время созванивались. Я нисколько не жалею о том времени, когда начинали мы. Когда мы ходили в сапогах, когда мы надевали противогазы, когда стояли на точке, пускали каждый цех. И хорошо, что это было в моей жизни. Люди того времени умели не только хорошо работать, но и отдыхать. И поэтому состязание, которое подготовили в этот день для ветеранов, напомнило им про заводские мероприятия и помогло превратить обычное чаепитие в незабываемый весёлый праздник. Вам нужно будет очень быстро, за 10 секунд, написать правильный ответ на поставленный вопрос. Но так как это блиц, вопросы очень простые. Я думаю, что вы, профессионалы, с ними легко справитесь. Какой камень искали алхимики? Из чего была сделана медаль за пьянство? Как собирать водород в пробирку? Ответы на эти и многие другие вопросы знали, конечно, практически все участники игры. Ведь большинство заданий были по химии. И в этой тематике лаборанты со стажем – настоящие асы. Ну а кроме знаний по химии, игроков объединили чувство юмора и высокий уровень интеллекта. Долго совещались, и я решила. В общем, это традиция. Первое место и главное время присуждается команде. Вот работающим спасибо. Что позабыли, что-нибудь позабыли, они напомнили. Да, Галина Борисовна? Так, что все молодцом. Все молодцом. Ага. Общими усилиями. После интеллектуальных состязаний пришло время для душевных разговоров и воспоминаний. Когда я приехала, на этом вот, что мы сейчас видим, и вы все видите, единственные вот склады были. Завод еще вообще не работает, а вас сюда шлют. Я говорю, извините, пожалуйста, дайте, а ведь так даже мы должны отработать. Дайте, пожалуйста, мне, что вы не нуждаетесь в молодых специалистах. Я уеду, а она и говорит, нет уж, нет уж, тогда нам совсем не пришлет. Ну вот так я и осталась. И думаю, отработаю три года и уеду. Вот я задержалась на 45 лет. Эти ветераны просто жили и работали на любимом предприятии, создавая хорошую базу для молодых специалистов, которые пришли им на смену. И эта преемственность помогла заводу за эти 45 лет достичь невероятных высот. Мы каждый год подтверждаем с вашей помощью, с помощью ваших учеников, которых вы воспитали, то, что сегодня компания ФосАгро, предприятия компании ФосАгро действительно достигли высот как по количеству, так и по качеству. Сегодня нам нет равных. Мы действительно делаем с вами очень важное дело. Мы выпускаем витамины роста. Кстати, сотрудники Центра аналитики контроля качества, бывшие и настоящие, готовятся к еще одному событию. 26 мая на Центральной площади состоится празднование Дня Химика. В 19 часов начнется концерт с участием известных на всю страну артистов. Сначала выступит группа «Каша» со своими вариантами знакомых песен. Затем Анна Плетнева, экс-солистка группы «Винтаж» с своим красочным шоу. И завершат концерт «Иванушки Интернешнл». В год своего 45-летия Балаковский филиал «Ау Апатит» делает подарок не только своим сотрудникам, но и жителям всего города. Так что, балаковцы, готовимся веселиться. Спасибо. Спасибо.